Ты для народа как Иисус, но если... Мне все рано в прямом эфире, Иисус Христос. Начала смотреть твои ролики, у меня было ощущение Иисус Христос. Антон, я такой же, когда я прихожу, вам в той прокуратуре свет гаснет, ё-моё. Получается, загасил целую прокуратуру. А ты представь, вот таких человек 10 будет. Начинай сами себе свет везде выключать. Спасибо, что ты за нас стараешься, нам просто некогда этим заниматься. Рано или поздно все к этому придут. Они меня словно толкают в это всё. Да иди ты уже делай вот это вот всё. Да нет никакого боя, это всё учёба. Даже их суд можно победить. Да, я знаю, у тебя получается. И не давай им повод себя заломать. Я бы ребёнка увёл куда-нибудь, ему желательно это всё не видеть. Благодарю тебя, что ты это объяснил. Народ не просто тебя любит. Так вот, будь максимально готов растеряться по минимуму. Это ты знаешь об этом, что они беспределят. А другие не знают. А вот если ты начнёшь это показывать, тогда все узнают. Как только вышел видеосюжет, сразу все повозбуждались. Надо освещать. Это единственный выход. А я так три года живу, я только этим занимаюсь. Народ, бросайте всё. Страна в беде. Страна помирает. Родину нашу убивают. Очнитесь. Займитесь правозащитой. Бросьте всё. Они не хотят оттуда уходить. Они не хотят по-честному работать. Их можно только заставить. На, ты прав. Как же ты прав. У тебя тысячи учителей. Поверь мне, это достойная цель жизни. Не жалею, что я прожил жизнь. Уже не жалею. Но я намерен намного больше сделать для общества. Ты на себя нацелься. Себя поставь на место. Научись себя сам защищать. И встречали меня на улице и жали руку. Говорили, извини, я в тебе ошибался. Благодарствую. Даже противник уважает тебя. Я хочу восхищаться тобой. Я хочу увидеть твои видео. Делал лучше меня. Это великая цель для жизни. Заниматься правозащитой ради всех. Спасти свою родину от этого беспредела. Заниматься правозащитой ради всех. Алло, 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 здравствуйте. Добра и светлого вам. Антон по голосу вас узнал. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации? Можно ли я вам как-то быстренько это все попытаюсь сказать, а вы посмотрите на это своим четким взглядом. Тогда лучше на «ты» сразу. Хорошо, окей. Меня зовут Олег. Олег. Очень приятно. Окей, Антон. Значит, смотри. Ситуация такая. Есть решение суда. Решение суда допущено... Ну, в общем, тогда я не обладал этими знаниями про человека, про живого, про вот это вот все. Это было 2019 год. Судья допустила кучу ляпов. Значит, имеется двойная или тройная бухгалтерия. Ну, в общем-то, вот примерно так я объяснил. По совету, может быть, что-то, что можно предпринять, как это все остановить. Понятно, что Верховный суд, надеясь, что это, конечно, остановит, если не будут читать вообще материалы дела. Вот. Что можно предпринять прямо сейчас, будь добр, по совету. Алло. Да, в чем вопрос-то? Вопрос в том, что не хочу, чтобы, ну, в общем-то, круги ада все надо пройти, то есть, решения незаконные. Судья... Это не вопрос. В чем вопрос? Вопрос в том, чтобы они ко мне не пришли, чтобы их выгнать, короче, и чтобы они забыли навсегда дорогу ко мне. Решение суда это выкинуть вообще. То есть, его нужно опровергнуть, то есть, или срочно как-то, с какими материалами дела, войти в дело опять, то есть, остановить это все, этот процесс, и в обратку его развернуть. Ну, коррупция, короче, чистой воды, ОПГ, вот такие вот вещи, прямо говорю. Это я слышал. Вопрос у тебя в чем? Завтра, 1 марта, судебный пристав... Я слышал, я слышал. Ты можешь вопрос задать? Как мне поступить? Ну, наконец-то. Ну, я бы на том месте приготовил бы несколько телефонов, видеокамер. Это есть. Это есть, это даже в режиме суточном, это пишется нормально, это есть. Все это заряжено полностью, все нормально, тут будет. Все что посмотреть. Ты учтишь, что тебе могут свет рубануть? Не страшно, а там аккумуляторы. Ну и несколько человек, человека три как минимум. Попробую, собираю, думаю, будут. Думаю, будут. Жена спросила, когда придете, давайте там поточнее время у пристава. Пристав говорит, а мы не знаем, и мы вообще нас не интересуете, мы придем просто дверь взламывать. А где вы будете, нам это никак не интересует. Вот такой вот наглый ответ. Ну и будь готов к полиции вызвать, чтобы она приехала, установила личности тех, кто совершает какие-то непонятные действия. Ну и сам бы их установить. Понятно. Сразу говорю, полиция приедет, делать ничего не будет. А это одно и то же. Ой! Неважно. Полиция приедет, и сразу полицейских фамилиями отчества будет. Вот это, представьтесь, удостоверение, покажи лицо, чтобы сверить с этим, с лицом в удостоверение. И вот это все на видео показывай. А, понял. И то же самое с лицами. Фамилиями отчества, удостоверения, лицо показать. Нагрудный номер, знака, звание на погонах. Хорошо. Тут есть, Антон, есть еще одна особенность. У нас же пристава все без доверенностей, а доверенность у нее обязательно должна быть. Я подавал им уже, не знаю, знаешь ли ты, что возле, есть волеизъявления, которые, в котором мы, значит, когда его являем, мы их обвязываем. Вы доверенности, то какие у вас? Показывайте доверенность, когда вы приходите. То есть, есть ли у тебя доверенность? Спрашивал конкретный Арсидову. Я, с судебного пристава своего. Но, конечно же, ее нет. Конечно же, там пришла отписка ни о чем вообще. В чем вопрос-то? Ну, в том, что доверенности мне уже сказали. Доверенности не будет. У ФССП-шников ни у кого нет доверенностей. Мне кажется, что здесь нужно как-то бы оперативно СК РФ, хорошо бы, чтобы прокуратура или кто-то. Но они же все в одной куче. Я сколько уже в свое время там жалоб написал с женой все это там. Ты представляешь, у меня бумаги, вот, их ответов и моих обращений примерно метр высотой. Вот, учитывая суды и все вот это вот. У меня давно уже выше второго этажа. Я уже перестал считать эти метры, сантиметры, миллиметры, понимаешь? Мне уже без разницы. Понимаю. Я-то понять могу. Да, ну, тебя-то бой идет еще тот, конечно. Да нет никакого боя, это все еще бы. Ну, может быть, может быть. Вот, хорошо. Ну, еще что-нибудь, может, посоветуешь подкрашу? Мне сказали, что... Именно по запросу не стоит. Да, вот по этой, вообще по этой ситуации, что можно сделать. Потому что здесь вот ситуация такая, я тебе скажу. Короче, как мне объяснили люди, которые, ну, с этим сталкиваются часто и в этой каше варятся. Есть такой Тихомиров, это Государственная Дума этого... В Москве. То есть он от еврейской автономной области, он в Москве представляет нас. Вот. Он вокруг себя собрал судей, ССБшников, этих престолов и буржуев. И, собственно, вот это и есть отцы города. Вот. И, значит, я к нему тоже ходил, конечно же, обращался к нему. Ну, было и с губернатором вопросы, все эти пытались решаться. Телемост был с Москвой, с Джабаровым было такое. Все бесполезно. Все топчется на месте, и они говорят просто, идите в суд. А если дело уже в суде, то мы ничего не можем сделать. Понимаешь как? А суд-то чей? А суд ихний. Вот такой вот заплет. Ну, даже ихний суд можно победить. Ну, да. Да. Я знаю, у тебя получается. Ну, у меня тоже маленькая победа есть. Я от налогового, ты самое, отцепился. Ну, там, правда, у них шансов не было. Просроченное уже было все. Давай по делу. В чем вопрос? У меня времени мало. Понял. Что еще можно по этому вопросу? Да, мне посоветовали, чтобы я обратился к тебе, и ты это максимально осветил. Я тебе еще говорю, чтобы я это что-то как-то освещал. Мне нужен видео, аудио, материал. Понял. Окей. Стой. Вот когда они завтра придут, если ты сделаешь так, как я сказал, это будет максимально эффективно. Если у тебя удастся, я не знаю, хотя бы половину фамилий, имен, отчеств, должностей, лиц, удостоверений, званий и нагрудных знаков, номеров. Вот если ты вот это хотя бы у половины заснимешь, уже будет хорошо. Да, конечно, я сделаю это. Они же будут у меня в квартире, а тут я что хочу, то и делаю. Но единственное, если, конечно, они меня заломают. Ну, там камер достаточно, микрофонов и все такое. Иди, введи себя культурно и вежливо. И не давай им повод себя заломать. Понял. Знаешь, у меня маленький ребенок, так это все я ему объясню. Представляешь, то есть он привык, уже четвертый год парню, он привык по своей территории, да, он знает границу своей квартиры. А сейчас ломится сюда, вот это вот все. И, блин, вот это меня очень гложет. Тут как бы не сорваться из-за этого, потому что... Я бы ребенка увел куда-нибудь, ну, на день, на два. Ему желательно это все не видеть. Как дяди будут с бензопилой, с кувалдой это все выпиливать. Ну, понял, хорошо, ясно. Тут некому, некому, у нас нет ни бабушек, ни девушек. Ну, что-то надо придумать. Детский сад, может. Ну, ясно. Тут не знаю, как получится. Так-то логически, если подумать, для видео это хорошо, когда видно, что они влагаются в квартиру, где ребенок. Но, с другой стороны, морально и психологически ребенка намного дороже, чем вот это все, это, маски-шоу. Конечно, конечно. Конечно. Благодарю тебя, что ты это объяснил. Народ не просто тебя любит. Потому что очень толковое всегда на все объяснение. Благодарю. Потому что я тоже об этом думал. Я тебе точно говорю. Ты, я слышу по голосу, ты завтра растеряешься. Так вот, будь максимально готов растеряться по минимуму. У тебя до автоматизма все должно быть доведено. Фамилия, милой, отчество, должность, звание, нагрудный знак, погоны, лицо. Окей. Их встречать перед квартирой выйти? Или пусть ломают потом уже у себя здесь? Два человека снаружи, два внутри. Понял. Ну, и если они будут ломать, то что, не мешать? А основания? Кто вы такие? Понимаешь, это ты, я тебе мало рассказал. Если я сейчас начну освещать дело, я же пойду сейчас с ним знакомиться, я буду его на видео снимать. Ты не представляешь, что они туда закинули. Ты не представляешь, там есть? Стой, стой, стой. Я тебе говорю про завтрашние ситуации. При чем тут дело? Завтра придут неизвестные в масках. Кто такие? Фамилия, милой, отчество, должность, звание, основание. Документ, на основании которого вы копию мне выдаете. Дайте я сфотографирую, сниму на видео. Мне копию в руки. Письменную. Все. Вот твои главные действия. Все остальное ничего не делай. Я возражаю, я против, нет на то моей воли. Вы творите беспредел, я вызываю полицию. Все. Понял. Подписывать, я так понимаю, ничего не нужно. Они могут ожидать, что подписать. Ну, если потребует подписать, чтобы выдали копию, ну, тут сам решай. Ну, тебе главное копию вытащить. Если они тебе выдадут копию, тогда можно роспись оставить. Но роспись, опять же, как я протокол заполнил, видел? Не все я видел, я не все твое смотрю. Не все, у меня на это время не хватает. Эфир от прошлой субботы, посмотри, 20-го, по-моему, февраля. В самом начале я рассказываю, как я протокол заполнил. Там буквально минут 10. Ага, хорошо. Там я ни подписи, ни розписи не оставил, написал, не разъяснил запрещающие надписи и без акцепции, без аферты, не согласен, возражаю и все такое. То есть нам лучше вот писать вот это вот все, то есть без акцепта, без указывая на их... Подожди, я тебе поясню, как лучше. Лучше всего вообще ничего не подписывать. Но при этом получить копию, самое главное копия. Как минимум заснять на фото, на видео, чтобы у тебя была четкая фотография, чтобы ты, по-моему, потом мог это все обжаловать. Ясно? Да. А если ты получишь фото, то можешь уже не расписываться. Понял. Понял. Ну, тогда, в принципе... В крайнем случае заполнить все так, как я заполню. Понял. Хорошо. Ну, благодарю. Тогда, значит, когда материал будет... У меня, ты знаешь, у меня материалы навалом. Ой, я их столько наснимал, чего только у меня нету. Ну, конкретно по этой теме я понял тебя, что когда будет вот это все, тогда я тебе обращаюсь на WhatsApp или как это все, или позвонить. Потом разберемся. Это какой город? Биробиджан, это еврейская, Хабаровский край. А у тебя, ты говоришь, много видеоматериалов, ты где-нибудь размещал? Нет, я его складирую уже негде, уже жестких дисков несколько у меня уже не помещается там. Много там, понимаешь, там много. Там по теме, ну как тебе сказать, где-то же КХ-шников, где-то капитальный ремонт. Там беспредел всякий. Где-то даже гаишники попадали. Такой, ну по-разному там. Разная тематика. Какой-нибудь выскажется какой-нибудь по правам человека, такую ахинею несет там в пасу нету. Ну, по-разному. Там нормально. Как тебе звук? Олег. Олег, слушай внимательно. Если у тебя не хватает уже жестких дисков, так ты заведи YouTube-канал, открой, это делается элементарно. Полчаса потратишь. И YouTube это бесконечное хранилище видеофайлов. Туда все загружаешь, открываешь YouTube-канал, тебя начинает смотреть, у тебя начинает расти количество подписчиков. Как только тысяча подписчиков наберется, 10 тысяч просмотров, ты включаешь монетизацию, а потом и спонсорство. Размещаешь реквизиты и начинаешь получать от этого доход. Признаться, не думал об этом, конечно. И этого, если по чести сказать, я так себя никогда не представлял, потому как нет у меня такого спокойствия, как у тебя, как у других, как особо опасный юрист, допустим, парень, он их тоже плющит. Нет у меня таких знаний и такого вот, ну, какого-то тут нужно уже, понимаешь, ты имеешь некий такой харизму, что ли. Ты на своем месте здесь. А я, может быть, хотя, может, ты и прав. Я подумаю над этим обязательно. У тебя просто выхода нет. И ты что думаешь, я видеоблогерством, это, ради дохода, что ли, занялся? Понял. Я занялся видеоблогерством только из-за того, что право защиты. То есть первый раз я достал телефон, это прямо видно на видео, когда мы пошли в налоговую. Мы там долго разговаривали, где-то час-полтора. Но я достал телефон только после того, как женщина применила физическую силу к видеооператору. Потому что нужен второй видеооператор. Как минимум два видеооператора, которые друг друга держат в кадре, чтобы никто их руками не трогал. Поэтому у тебя просто выхода нет. Либо ты снимаешь все и освещаешь, и доказываешь, что ты никогда ничего не нарастал, и вел себя культурно вежливо, а они под полной беспределью. Только тогда у тебя начнет расти так называемый авторитет, и все будут видеть, что ты ничего не нарушал, а это они беспределят. Совершенно верно, так оно и есть. От них требовалась бумага, которую они просто не давали, беспределили, не давая ее. И они у меня тоже на кадрах есть, где они именно это делали. То есть, да, есть такие записи. Стой, я тебя прекрасно понял. Ты меня не понял? Ты меня услышишь? Это ты знаешь об этом, что они беспределят? А другие не знают. Другие видят только то, что по телевизору показывают. А вот если ты начнешь это показывать, тогда все узнают. Я тебя понял. На данный момент только ты знаешь, что ты культурно вежливо видишь. Я тебя понял. Уравновесь. Точнее, ты когда начнешь выкладывать это все, весы в твою пользу перевесить. Ну и плюс к тому же, там вроде как всякие товарищи, которые обязаны заниматься непосредственно тем, чтобы следить за законами и порядком, например, РСК РФ или прокуратура, вроде как они больше начинают реагировать на это правильно. Ну, то есть, привлекать товарищей, которые вот... Ну, конечно, они вынуждены. Вон у нас в Сургуте погиб мальчик шестилетний. Три месяца все молчали, не возбуждались. Как только вышел видеосюжет, сразу все повозбуждались. Все как обычно. Ну, это не как обычно. Обычно должно быть так, что только случай возник, сразу они обязаны были возбудить уголовное дело. Вот это нормально. А когда они бездействуют и возбуждаются только после видео, то это говорит о том, что надо видео клепать, надо публиковать это все, надо освещать. Это единственный выход. Я понял. Я тебя понял, так, ну, лады, о дальнейших там событиях, что как будет, ну, когда мало ли, может, еще ничего не будет, мало ли, может, Верховный суд все отменит в итоге и все будет хорошо. Вот. Но я тебя понял, что ты до меня донес хорошо. Хорошо, благодарю тебя за ответ. И второй путь тоже не бросай. Нужно идти всегда параллельно с двумя путями. То есть, первый – это оставление прав и свободы через бумагу грамотно. И второй – это параллельно освещать все на видео. Что ты делаешь, как делаешь, какой беспредел против тебя происходит. И все остальное. Вот я постоянно вот этими двумя путями. У меня, у меня, у меня за мной две колеи идут сзади меня. Это, этот, два YouTube-канала, то есть, и множество этих социальных сетей. То есть, на видео это все выкладываю, фото, репортажи и все остальное. И плюс параллельно составляете все сообщения о совершенных преступлениях, то есть, переписки по весу. Вот два следа за мной – путьмины и видео. О, слушай, Антон, это же получается, ты занимаешься только этим. Ведь это забирает колоссальное количество времени, и только монтировать вот это все. Это я пробовал, это просто… Это заниматься только этим получается. А я так три года живу, я только этим занимаюсь. Ты знаешь, ты полезным занимаешься, а вот, кажется, ты меня наталкиваешь на то, что действительно этим надо заняться. Прикинь, я три года ведь тоже не работаю, они мне еще и работать не дают. О, они много чего еще умеют делать. Так вот, а чем остается заниматься, действительно? Ты очень хорошую идею подал. Так я об этой идее говорю уже три года. Народ, бросайте все. Работу там, любовни, сбухайте, курите, всякую фигню. Все бросайте. Машины там, футбол, путешествия, все бросайте. Страна в беде, страна помирает. Родину нашу убивают. Очнитесь. Займитесь правозащитой. Бросьте все. Займитесь правозащитой. Открывайте YouTube-каналы. Получайте минимальный доход и занимайтесь правозащитой. Это единственный выход для нашей страны. Потому что столько вот этого, как говорит Виктор Богданов, ну не буду выражаться, он обычно выражается, столько вот этого вот в погонах и в пиджаках, и в галстуках засело вот на этих местах. И они не хотят оттуда уходить. Они не хотят по-честному работать. Их можно только заставить. Да, ты прав. Как же ты прав. Я, как никто, знаю это. Борьбе с ними, ой, много лет уже, да. Не надо бороться. Ты их не переборешь. Если ты выйдешь с ними на ринг и начнешь бороться. Буквально. То есть ты вот, если кто-то говорит бороться и бьешься, там, гой ведешь, это буквально означает, что ты с ними выходишь на ринг. Ты один выходишь, а их целый там аппарат губернатора, аппарат мэра, полиция, МВД. Конечно, наверное. Все против тебя. Да-да, я в курсе. Все против нас. У них гигантский административный аппарат. И уголовный административный, гражданский. У них тысячи людей. А вот если ты выходишь не на ринг, не бьешься с ними, а учишься, то у тебя возникает совершенно другая ситуация. У тебя тысячи учителей. Я понял тебя. Я тебя благодарю. Причем это, условно безоплатные, но мы их, конечно, оплачиваем за наши налоги. Но факт в том, что от каждого из них можно получить бесконечное количество уроков. Постоянные учебы. Не постоянные видео, аудиоматериалы. Ну, сам знаешь, у тебя все переполнено. Вот, выкладывай в YouTube. Не держи в себе. А то, как говорится, лопнешь, переполнишься и лопнешь. Хорошо, я тебя понял. Остается этим только вплотную задняться. Ну, если что, может быть, я подам вопрос по поводу, какие программы используешь. Потому что то, что я попробовал, конвертировать нужно много. Вот это... Что-то у меня с конверстацией на компьютере не особо получается. Не забывай. А? Конвертировать для чего? Да. Ну, чтобы... Или сжимать, чтобы... Оно не так много весело. Там же есть... Довольно, что беседа про... Стой, я тебе еще раз поясняю. YouTube – бесконечное хранилище видео. Все загружаешь на YouTube. Он сам это все сжимает. И оттуда можно скачать, если оно понадобится. А, ты вот о чем. Ну, ясно. Угу. Ну, ты послушай видео блогера с трехлетним стажем, у которого два YouTube-канала. И который... Слушаю. И который многим другим видеоблогерам помог организовать свои эти YouTube-каналы. Понял. Ты вообще забудешь, что такое место, там хранилище, забыл, потерял. Оно все там хранится, никуда не денется никогда? Тут есть один момент. Неужели, когда на такого большого дядю какого-нибудь что-то нароешь, неужели никак они оттуда не вынемут это? Неужели не за труд не сделают это? Никакого... Ну, ты меня понял. Оно никуда не денется, это видео и так далее. Могут. Придут домой и завязывают всю технику. Он как у меня... То есть, ничего с ним не будет точно. Чего? Ты дай мне договорить, что ты перебиваешь-то постоянно? Я тебя услышал. Ты меня услышь. Они могут добраться до всего этого. Они просто могут прийти домой, выломать дверь, забрать всю технику. И ты не успеешь ни заблокировать, ни уничтожить, ни пароль поменять. Они просто берут эту технику, ставят себе на рабочее место и начинают за тебя там лазить везде. И на YouTube, и ВКонтакте, и вообще везде. То есть, полный доступ ко всем паролям. Выход один хранить где-то в секретном месте параллельно YouTube-канал создавать. Который никому не доступен, никто о нем не знает, только ты и логин и пароль только у тебя в голове. Неужели ты думаешь, что это нельзя взломать хакеров? У них ведь хакеры тут есть. Нет. О чем он будет взломать, если он не знает ни название YouTube-канала, ни пароль, 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 ни пароль. Где это будет? Я тебя понял, но тут другой вопрос. Воглянуть твою историю, посмотреть и так далее, и там торт-браузер может не помочь в этом, и даже и VPN, потому что все равно можно отследить какие-то передвижения по этим YouTube. вам. Слушай, ну ты такие вопросы задаешь. Это понятно, что это все возможно. Могут там и электрошокером пытать, и все равно ты все расскажешь. Конечно? Да. Понял. Так вот, вот делаешь так, что самое важное видео рассылаешь надежным людям по всей стране. Уж человек там 10-20 по всей стране и даже по всему миру, они вряд ли одновременно вытащат и у каждого из них и займут. Верно. А я вот обычно опасные видео, точнее не опасные, а очень важные, я их тут же всем рассылаю и говорю, если со мной что-то случится, сразу публикуйте. Я тоже делаю так. Ну вот возможно меня поэтому и в психушку не сдали и там в мочу что-то не подлили. Потому что знаешь, что если меня задержат, то сразу пойдут компроматы на всех публиковаться. Ясно? Да. Ну и все, идем, проблема. Что замолчал? Ну, все, проблема, нету, вернее она есть, но надо разбираться. Не просто говорить, не так просто делать. Но, однако, надо начать. Я уж думал, у твоего пулемета Гатлинга закончились патроны или сел аккумулятор. Нет. Нет? Нет. Ну так направь свой пулемет Гатлинга в нужное русло. чтобы он пользу пригласил не только тебе, но и обществу. Окей. Я тебя понял. Ну, воды я в принципе больше времени твоего выбирать не буду. поверь мне, это достойная цель жизни. Трудиться во всеобщее благо безоплатно. Я вот уже не жалею, что я прожил жизнь. Уже не жалею. Но я намерен намного больше сделать для общества. ты много делаешь. Смотрят тебя, тебя любят. Это да. Самое главное, знаешь, тебя любят еще за то, что ты спокоен, четкий, корректен. если кто-то даже что-то ну, понятно же, они против нас включают все. Они могут только в наглую, допустим, принять какое-то решение с удатами лишь то, чтобы, ну, то есть, вот как против меня. Я ей показываю документы, она, я их в дело сую, а она их в дело выкидывает судье. Ну, такое, беспределить. Ну, они могут только беспределить. А знаешь, почему она выкидывает? А потому что на видео не снимал, но я аудио делал, все хорошо. Нет, она выдела. Стоит, а ты аудио разместил где-то для всех? Нет, пока не размещал. Ну, она и дальше будет выкидывать. Ясно. Хорошо. А там она не... Стой, если ты интернет не выкидываешь, то она и дальше будет выкидывать. Она и, она и, она и еще хуже будет делать до тех пор, пока ты не остановишь. Я понял, а я ее остановил. Да ты ее не остановил, надо было через видео и аудио остановить, чтобы... Ну да, Стой, стой. Да. Вот конкретный пример. Тебе надо было на видео и на аудио все это заснять, померяя, это, видео выкладываешь в Ютуб, на экране, чтобы было видно ее лицо, фамилия, имя, отчество, должность, то есть это досье буквально. Ихры там, знаешь, на стенде возле полиции всегда есть такой стенд, их разыскивает полиция. Да, да, да. Вот, вот такую же ориентировку. Раз на нее, сделала то-то, то-то, фамилия, имя, отчество, должность такая-то. Все. И чтобы, ну и, естественно, это все раскрутить и до нее рано или поздно дойдет. И она увидит, опа, а вот с этим лучше не шутить, с ним лучше по-другому все делать. А я тебе скажу, до нее и так дошло. Она борзая, она ты самая борзая, наглая вообще судья, которая есть. А борзая она, потому что у нее замначальника ФСБ ее муж. Ну, он уже вроде как не работает, но ты же сам понимаешь. Все, это же шиколый видеоматериал. Конечно, конечно, я же тебе говорю, там целый, целая обойма вот этих вот товарищей. Это я тебе все еще не говорю, там обойма, понимаешь, там судьи, ой, извини, прокуроры, понимаешь, там ФССП, там красота, там разгул для этих, для товарищей, которые, компетентных органов, которые должны заниматься ими. Слушай, Олег, ты мне можешь это рассказывать, но я сейчас твою информацию, вот я тебе серьезно говорю, кому бы ты это все не рассказывал, это выглядит как лапша на уши. Я тебе никак не уверю, пока не увижу видео. Ясно. Я понял тебя. Да. Да. А видео ты видишь, тут есть одна фишка, я тут бы как бы с ней бы еще бы, не знаю, как-то вот, ты видишь, на нее-то сейчас выйти конкретно никак, скорее всего, потому что ты же не придешь ее снимать, интервью у нее брать. Вот. А пересмотр дела, если будет, то, скорее всего, будет, конечно же, не она уже, правильно? Да не важно, Олег, я тебе говорю, ты не целься на кого-то конкретно, ты на себя на целься, себя поставь на место, научись себя сам защищать вот таким методом, отработай технологию, а дальше уже не важно, что будет происходить, они сами будут, это, вон, сами будут тебя избегать, меня уже целое здание закрывает, дальше первого этажа не пускают, даже в здание не пускают, потому что, знаешь, что чего бы они не сказали, как бы они не вели себя, все равно будет видео интересное. Антон, я такой же, когда я прихожу, в областной прокуратуре свет гаснет, е-мое, не только это, то есть я забегу, что Китая появляюсь, там какая-то движуха идет не такая, меня пытаются никуда не пускать уже, да. Слушай, может у тебя там кто-то твой рот проклял, что за тобой тьма ходит? Нет, нет, я пришел как-то в областную прокуратуру, и значит, ну, вызванил прокуратуру. Ну что, загасил целую прокуратуру? Вот я тебе реальную историю рассказываю. Я пришел в областную прокуратуру, на входе там же сидит, не пускает, говорю, ты как, просто с поклором? Она говорит, ну давайте по телефону попробуем. Ну, в общем, набрала, и мы по телефону разговариваем. А мы с прокурорами часто пообщались, тем более я живу прямо рядом, в одном дворе прокуратура, тут просто 50 метров. Вот. Обращаться приходилось часто, и до 2017 года ребята реагировали в принципе нормально. А вот после 2017 года у них просто какой-то брик произошел. Так вот, многих, кто знает... Подожди, ты в курсе, что в 2017 году Эрефия перестала существовать, закрыла фирму? Да, в курсе. В курсе. В курсе. В курсе. Вот. Ну, ну, понятно, да. Мы с ней разговариваем, и мы по голосу можем узнать друг друга, там даже фамилии можно не говорить. Вот. И она такая что-то про маску туда-сюда, а потом такая говорит, слушайте, это вы что ли нам свет тут? Это у вас там какие-то проблемы, что у нас свет в прокуратуре погасили? Да. Понимаешь? Она прямо сама говорится. Какой-то и кива свет отключает. Да, ты нас поддостал, ты приходишь, они нам смеются трубой. Блин. Такой. Стой, Олег, а ты представь, вот таких человек десять будет. Нет, хотя бы человек семь, понимаешь? Один в понедельник пришел, другой во вторник. Ясно? Вот человек на город, и все, и вот эти так называемые, в кавычках, госорганы начинают сами себе свет везде выключать. боятся народа и думают, что за него кто-то решит, вот за него и решают. Нет, я тебе о другом, о том, что боятся именно тех, кто, а вот если ты еще начнешь еще и показывать это все на видео, на аудио, и ты как станешь медийной личностью, в кавычках, тебя народ начнет знать, понимаешь? Это тоже... Он меня и так знает. Кстати, я хочу тебе сказать, что как бывшего человека в музыке и байкера, и таксиста, ой, меня народ очень много знает. Мне стоит только вот что-нибудь выкрыть, или что там сразу много-много по каким делам там. то есть, понимаешь, город небольшой, сто тысячный, да? Нет, ты меня не понял. Тебя народ не знает как правозащитника, что ты за них тоже отличаешь их интересы. Вот когда ты это... У меня в Тургуте сейчас многие знают, что я за правду, я не за себя, я за всех стараюсь. Я это донес до народу, и многие начинают ко мне поворачиваться лицом и смотреть в глаза, честно. Я тебе и про это говорю. Многие даже говорят спасибо, что ты за нас стараешься, нам просто некогда этим заниматься. И так бывает тоже, да. Слишком занято меня. Я тебе говорю, я больше сколько, больше восьми лет не работаю и не собираюсь, а последние три года меня только народ поддерживает. Так что помыслим над этим. Имеет смысл, это великая цель для жизни, заниматься правозащитой ради всех. Спасти свою родину от этого беспредела. Окей, обязательно. Ты знаешь, а они похожи меня выбора, то они оставили. Так я тебе о том же. Рано или поздно все к этому придут. Все не придут, но да. Ты прав, потому что они меня словно толкают. Все делают для того, чтобы доедить и уже делай вот это вот все. Да. Мы тебе материалов не понимаешь, они что-то. Мы тебе сдадим столько контента, мы тебе и свет вырубим, мы тебе и и сделаем, и это. А ты все никак YouTube-канал не можешь открыть. Да что такое? Ну что тебе по-моему текстом сказать, что ли? Точно точно. Ой, ты знаешь, Антон, по одной версии, я не буду говорить, что я такой крутой, но мне компетентный человек сказал, ты знаешь, что из-за тебя капитальный ремонт в твоем доме сделали. То есть они пришли делать капитальный ремонт в моем доме, где я живу, только для того, чтобы меня выселить за счет капитального ремонта. То есть они закидывали удочку издалека. Не только деньги заработать, не только деньги отмыть, а еще для того, чтобы меня нахлобучить капитальным ремонтом. с одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо, людям капитальный ремонт сделали. Ой, нет, нет, он не согласен, капитальный ремонт сделан ужасно, и в квартирах людей холодно, и он просто чисто это бабло, где. Знаешь, почему он сделан ужасно? А я знаю, потому что я был один, потому что я один это все освещал, я один их бомбил, а остальные молчали. Нет, они тебе на будущее контент дали. Вот материал для будущих репортажов, а ты не соображай. Окей, слушай, а капитальный ремонт это моя любимая тема, там, бля, такое снято там, реально, красота, понимаешь? Я все понимаю, я не понимаю, почему это до сих пор в Ютубе нет, почему это народ не видит, почему весь мир, почему это твои соседи не видят, это в первую очередь ты до них должен был это все донести. Про соседей тут момент, соседи тут разные, соседи в основном ими хорошо отработанные, поэтому соседи у меня с одной стороны одни, значит, конкретные враги, которые алкоголики, наркоманы и все такое, убийцы там. Стой, у меня то же самое было, меня тут за фектанты, за психа что только не думали. Да, 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 именно так и говорят, да. Да слушай, да слушай, а когда я начал видеоролики снимать, когда во всем доме поменяли лифты, опасные для жизни на новые, когда во всем городе поменяли лифты из-за наших жалоб, вот тогда все это осознали и встречали меня на улице и жали руку, говорили, извини, я в тебе ошибался, благодарствую. отлично, такие есть, немного, тут они хорошо отработали, хорошо поработали. Нет, дом уже не помнит того, что я как-то попытался, капитальный ремонт хотя бы, я поставил их на место неоднократно, ко мне сам главный Рокровец приходил, не только ко мне комиссии, комиссии тут ходи, там все, они что-то делали, что-то какое-то живи делали. Я горячую воду этому дому дал, тут горячей воды не было никогда, прикинь. А не помнят, потому что не напоминаешь через видео. Не напоминаю Веру. Один раз сделал, все это, а, ну бывает и забыли. А если ты будешь каждый день видео клепать и каждый день правильные поступки совершать? Слушай, отлично, материалов действительно, я же сюда, тут же, тут же предпредел был такой, что в подвале то, что творилось, я закрыл цех в подвале, где прокуратура даже не наказала никак товарищей, это прекрасно, слушай, там отличные материалы, а там и видео есть, а там даже в газетах, интернет-газетах это все написано. Прекрасно, слушай, прекрасно. Вот тут у меня стой, если ты сейчас примешь решение открыть YouTube-канал и будешь каждый день ну хотя бы 2-3 видео в неделю клепать, то ты примерно через месяц 3-4 выйдешь на самоокупаемость. Ясно? Да, у меня такой цели нету, тут понимаешь, что ты сначала как-то защититься. Я тебе не про цель дохода говорю, а про то, что ты если поставишь главную цель, это всеобщее благо, безоплатный труд, но при этом сделаешь YouTube-канал себе в помощь и всем в помощь, то народ тебя начнет благодарить. и ты через 3-4 месяца, ну там через полгода забудешь, что такое работа, у тебя освободится вот эта стезя, то есть ты можешь самого себя посвятить полностью правозащите, забыв о том, где взять денежку. У них же вот эта вся система выстроена только ради того, чтобы плати за ЖКХ, плати налоги, плати то, плати, плати за школу, за машину, за все плати, а где денежку взять? Вот это твоя главная проблема. И думай и посвящай всю свою жизнь только тому, чтобы заработать какую-то денежку. Где, как, неважно, иди там, делай что угодно, лишь бы денежку было. Все. А когда ты начнешь заниматься правильным делом, для всех, ну, великую цель себе поставишь, и плюс при этом будешь заниматься это, я так понял, тебе это нравится, то есть ты будешь получать удовольствие от этого. Когда лет пять назад я себе такую мыслеформу поставил, хочу заниматься любимым делом, чтобы мне это нравилось, и чтобы при этом был доход-доход. Все, моя мечта осуществилась. Я занимаюсь не просто любимым делом, я стараюсь для всех, то есть я, у меня цель это, всеобщее благо, чтобы всем было хорошо, и при этом я забыл, что такое это, работать там, денежку где-то заколачивать. Все, народ сам меня поддерживает. Круто поддерживает, между прочим, народ. Народ, знаешь, ты для народа как, 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 ну, как Иисус, но если, ну, то есть, мне все рано писать в прямом эфире, Иисус Христос. Так, доброго времени, Антон, когда я в декабре 2020 начала смотреть твои ролики, у меня было ощущение Иисус Христос. Так меня называли два с половиной года назад. Это самое первое прозвище, которое пришло, что-то мне вскользь, свои же здесь, сургутские, сказали, типа, у тебя там прозвище появилось, Иисус Христос. Я, 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 тогда ни бороды, ни длинных волос не было, ни это, ну, короткая стрижка, тут все это наголо выбрито, и все равно называли Иисус Христос. С чего? Я не знаю. Иисус Христос вернулся, дабы спаси род человеческий. Это не ирония, благодарю тебе. Ну, скажем так, я не идеал, и не икона, и не спаситель там никакой. Я сам себя спасаю. Вот у меня это, еще два с половиной года назад мне, я где-то там прочитал эту фразу, по-моему, Сваровский сказал, спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Так вот, я сам себя спасаю. Игни, может, неправильное сравнение, для того, чтобы ты понял, что реально, вот понимаешь, тебя смотришь, видишь и понимаешь, потому что это работает, и нужно так именно, только так и делать надо. Вот это вот, твой пример, он просто прям отличный. Много-много людей тобой восхищены. Вот серьезно говорю, я знаю некоторых людей, которых, скорее всего, ты тоже, возможно, знаешь все, но восхищение тобой есть. Я думаю, что восхищение есть даже противниками. Даже противник уважает тебя. Это заметно. так вот у меня, я тебе хочу сказать, это все ясно. Я хочу тебе сказать, что у меня есть новая мечта. Не говори, тебе нельзя говорить. Почему? Ну, говорят, что мечту скажешь, она может, нет. Ну, хорошо, я потом скажу. я могу сказать частный случай данной мечты. Я хочу восхищаться тобой, я хочу увидеть твои видео, я хочу настроить тебе спонсорство на канале и монетизацию. Я хочу, чтобы ты занимался любимым делом и делал лучше меня. Я тобой хочу восхищаться. Благодарю. Благодарю за поддержку, благодарю. Ну, что? Я принял все время. Ну, ясно. Да. Да. Вопрос традиционный, могу разместить для всех разговоров? Да. Благодарю. Благодарю. Всего доброго. Удачи. Давай. За тебе тоже. Благодарю. 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 Благодарю.